Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает вопадом. И сегодня речь пойдёт о книге «Как устроен мост». Это не просто ещё одна познавательная книга для детей о технике, о современных достижениях, о цивилизации. Этот альбом рассказывает о том, как технически воплощается давняя-давняя мечта человека. Ведь это действительно мечта. Перебираться через границы, пересекать какие-то бездонные пропасти, не подвергаться опасностям брода или перебираясь в плав через реки – это очень-очень старая традиция строить мосты. И недаром книга начинается с исторического экскурса, который просто и внятно рассказывает, что кочевым народам никакие мосты были не нужны, они следовали маршрутам естественных пастбищ. И если надо, реки пересекали вброд, обходили. Собственно говоря, стадо не пойдёт тонуть в глубокую реку, если его туда насильно не гнать. А как только люди стали уже вести оседовый образ жизни, им понадобились какие-то транспортные артерии. Они не могли не пересекать реки. Ущелья, ямы, овраги и так далее. И, соответственно, конечно, люди искали возможности их пересечь. Надо сказать, что вот в этой книге мне очень нравится то, что показана связь между давно прошедшими временами, временами, которые ещё во времена древних римлян, это уже считалось глубокой стариной, да, считалось наследием каких-то там далёких времён. И вот когда мы сейчас понимаем, что тот же самый замковый камень, тот же самый балочный мост изобрели буквально в первобытом обществе, да, стали делать первые арки ещё в доримскую эпоху, значит, и, наконец, достигли совершенства на закате античности в строительстве акведуков, в строительстве гигантских пролётных мостов, да, вот арочных. Это действительно поражает воображение, потому что сейчас-то мы пользуемся теми же самыми технологическими наработками. Причём вот всегда есть опасность скатиться в такой книге, в тему, значит, олимпийскую, да, круче, выше, сильнее, да, вот какой мост самый высокий, какой мост самый глубокий, какой самый длинный. Это интересно, безусловно, но в основном-то это материалы для книги рекордов Гиннесса, а не для детской книжки, потому что, на самом деле, в детской книжке эти факты ребёнком, ну, он ахнет один раз, да, и мгновенно забудет, что это такое, да. Здесь важно показать, как это устроено, важно показать, что человек копирует природу. Вот, например, природные арки в разделе «Какими бывают мосты» – это действительно наглядный пример того, как можно построить, ведь человек видел эти арки на протяжении тысячелетий, да, мы не сейчас только стали ими любоваться, ну, не знаю, видели ли вы когда-нибудь что-нибудь подобное? Я видел, например, золотые ворота в Крыму. Вот это, да, действительно, вот это впечатляет, как будто кто-то дырку провертел, гигантскую, да, в которой можно проплыть, более того, там даже можно нырять, да, и, значит, до дна этой дырки достать. Это вот такая вот вымытая эрозией арка, значит, в большой скале, отдельной от берега стоящей. Её очень любят туристы, значит, её очень любят показывать, вот. Здесь довольно много уделено внимания технологии производства моста, что объединяет примитивный висячий канатный мост, да, и огромные вантовые мосты. Правильно, это вот эти вот канаты, ванты, и неважно, из чего они свиты, из таких вот волокон, да, значит, стеблей горных растений, или из стальных нитей, да, толщиной в метр. Вы представляете себе канат толщиной в метр? Это поражает воображение. Но дело даже не в объёмах, а в сложности этой конструкции, и в том, зачем она нужна. Эта конструкция, конечно, очень облегчает, значит, постройку безопорного моста, если он нужен. Здесь пойдёт речь и о разводных мостах, и о вантовых, и о балочных. Речь пойдёт об истории мостов, потому что здесь наиболее интересные древние и современные мосты. Например, вот прекрасный мост в Дублине, вот, значит, мост знаменитый Калатрава, архитектора, да. Значит, здесь есть, разумеется, исторический экскурс, и я очень удивился, когда не увидел в нём Карлова моста, потому что это всё-таки 1357 год, это, ну, скажем, один из древнейших мостов в Европе, вот, и один из славнейших и богато украшенных. Однако этот раздел как бы разбит на две части, и мы снова возвращаемся в историю в конце книги. И там-то, про Карлов мост, конечно, будет рассказ. Ну вот, в целом это очень интересно всё показано, да, и названы какие-то вещи, детали, которые иногда опускаются в подобных книгах, которые иногда умалчиваются. Вот, например, как устроена опора. Ну, слово «бык» в значении, значит, опора моста, стоящая посреди воды, посреди реки, это знают все, а вот как устроена эта опора, как устроен её фундамент, рисуют и поясняют далеко не все. Это есть неподвижная опора, есть подвижная часть опоры, обязательно сверху монтируется, вот, и фиксируется, значит, они подвижные и так далее. Вот, и вот как строят пролёты моста, и рассказаны различные интересные истории из жизни знаменитых мостостроителей, и гениальных архитекторов, и, значит, производства их творений, да, возведения этих самых мостов. Вот, самые необычные мосты, ну, мост Моисея все знают, это мост, который идёт под водой, вернее, среди воды. Не знаете? Погуглите, это очень интересно. Ну вот, а вот такой, например, мост, который соединяет два канала дверечных артерий, это очень интересно. Бывают мосты с водой, причём мост над, значит, мост с каналом, по которому плывут сюда, над другим каналом, по которому тоже плывут сюда. Это в той местности, по-моему, это в Голландии находится, если не путаюсь, в той местности, где разница в благодаря шлюзам между водными артериями очень высока. И чтобы не делать сложную систему шлюзов, да, сделали просто два пересекающихся, ну, такой вот мост с водой. Есть совершенно замечательный мост, который встречается в тех местах, где мигрируют какие-нибудь животные или насекомые. Вот. Ну, насчёт насекомых это я загнул, наверное, я что-то не припомню такого случая. Но эковиадук, который специально для них построен и проходит над автострадами, над какими-то другими магистралями, чтобы могли спокойно животные пересекать, значит, вот. Это действительно распространённое явление, и не только в заповедниках, в каких-то глухих местах, потому что автострада зачастую развязает вот пути миграции животных, да, эковиадук вот на острове Рождества, например. Здесь у нас крабики по нему идут. И так далее. В целом, эта книга, конечно, мотивирует к путешествиям, к познаниям этого мира. Это книга для дотехнической стадии, скажем так, увлечения инженерным делом. Когда ещё расчётная часть, когда ещё задачки, цифры, это недоступно ребёнку, да. Он ещё только-только начинает осознавать, сколько это, 1500 метров, да, значит, почему это так важно, что вот на такую-то глубину закладывается фундамент. Но ещё не осознаёт это всё. В начальных классах он просто восхищается тем, что видит. И вот это восхищение запечатлено в познавательных текстах и в великолепных иллюстрациях. Очень важно, чтобы ребёнок всё это узнал до того, как начнёт учиться всерьёз в школе. На самых, я бы сказал, ранних стадиях развития юного инженера. Почему? Потому что дальше начинаются сложности. Вообще-то обучение – это труд, и труд серьёзный. И когда ребёнок насладится подобными книжками, ему гораздо легче будет потом осваивать реально сложные, местами скучные, труднопроходимые элементы той инженерии, той цивилизации технической, которая изучается им в школе. И вот для этого и нужны эти книги. Потом ему станет гораздо интереснее, потому что он уже знаком с результатами, с плодами вот этих трудов. И ему, конечно, я надеюсь, ему, конечно, понравится заниматься чем-то подобным. Ну или хотя бы он пополнит свою эрудицию, что тоже очень неважно, значимо. И вот Роман Белеев создал книгу, которая на примере мостов показывает, как устроена наша с вами цивилизация. Как, собственно, любая хорошая познавательная книга. От частного, от какого-то конкретного вопроса, там, водопровод, паровозы, электричество, мосты, да, мы восходим к тому, что мы имеем в целом, да, с чего человечество добилось общими усилиями вообще на этой планете. Спасибо за внимание.